Привет, друзья! Завтра хочу приготовить настоящую курицу-гриль на веерте или на огне, как полагается, чтобы была хорошая аппетитная корочка, отходящая от костей курица, ну и, конечно же, всякие вкусные гарниры и соусы. Сегодня нужно замариновать курицу, поэтому начнем с подготовки рассола для нее. Солить ее буду мокрым способом для того, чтобы за ночь она напиталась, чтобы в ней было больше воды, чтобы мы дольше могли ее крутить, скажем так, не теряя в весе нашей курочки. Здесь у меня вскипяченая и остуженая до комнатной температуры вода. В нее отправляю сахарный песок, разумеется, соль, немного черного дробленого перца, зерна кориандра и пару лавровых листиков. Ну и, конечно же, размешать, чтобы соль и сахар разошлись. Все, что нам остается, это отправить мариноваться туда нашу курицу. Просто опускаю их в рассол. Можно чем-то их придавить, можно чем-то накрыть и убрать в холодильник, чтобы они просаливались. Минимум 12 часов, я же начну завтра ближе к вечеру. А пока наша курица маринуется, сегодня я также подготовлю соус, потому что ему тоже нужно хорошенько остыть. И ароматное чесночное масло, которым завтра будем смазывать нашу курицу, оно настоится и будет очень вкусным. Давайте теперь приготовим с вами соус блючис. Готовится он не то, что просто, а максимально просто. Я даже не знаю человека, который не справится с его приготовлением. Все, что нам нужно с вами сделать, это нагреть сливки, довести их практически до кипения, покрошить туда сыр с голубой плесенью и добавить щепотку соли, если это требуется. Поэтому зажигаю горелку и ставлю нагреваться сливки. Самое главное следить, чтобы сливки нагревались равномерно, не пригорели и не выкипели. Добавлю буквально щепотку соли. И как только сливки будут близки к закипанию, руками крошим туда сыр. Вот так вот просто отправляем сыр в сливки. На небольшом огне провариваем все вместе буквально полторы-две минутки, для того, чтобы большая часть сыра расплавилась и разошлась. Небольшие кусочки, если останутся, это даже прикольно, когда они попадаются в конце при поедании этого соуса. Выключаем нагрев через полторы-две минуты, даем остыть до комнатной температуры, закрываем все это дело пленкой и убираем в холодильник до завтрашнего дня, чтобы соус застыл, настоялся, объединился вкусами. Завтра он будет готов. Поверьте мне, это будет очень вкусно. Нам осталось подготовить чесночное масло, которое мы завтра будем смазывать нашу курицу во время запекания. И на этом на сегодня все. Для ароматного масла на мелкой терке натираем чеснок, добавляю немного соли. Вот так вот ложкой хорошо пожму, чтобы чеснок еще дополнительно перетерся. Добавим небольшое количество петрушки. Тоже немножко перетереть. И заливаем все это дело подсолнечным маслом. И хорошенько размешать. Тоже закрою его пленкой, оставлю в комнатной температуре на всю ночь. Оно настоится и получится невероятно ароматное. То, что нужно, чтобы смазывать курочку гриль. На этом на сегодня все. До завтра. Для вас через одну минуту мы идем отдыхать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, новый день. Наша курица промариновалась. Гриль мы разожгли, чтобы готовить гарнир. Мангал разожгли, чтобы запекать нашу курицу. А это значит, что ее уже можно надевать наверх. Как всегда, мой старый добрый помощник. Самое главное, поплотнее поджать. Дадим дровам еще буквально 2 минутки, получше разгореться. И отправляем ее запекаться. На данном этапе никакой дополнительной процедуры не нужно. Просто ставим нашу курицу на вертел. Дрова горят, дымят. Постепенно она коптится, обжаривается и запекается. Самое главное, что костер у нас с этой стороны. Тепло дует с одной стороны, с этой стороны у нас прохладно. Поэтому периодически прокручивая курицу, мы добьемся равномерной прожарки. И пока наша курица запекается, мы будем запекать картофель. Нужно отправить его в лоток, добавим растительное масло, соль, перец, паприку и отправим запекаться. Я сегодня буду использовать вот такой вот мелкий бейби картофель. Хорошенько его посолим, добавим немного черного перчика, сладкой паприки, растительного масла. И слегка его перемешать. Дождемся углей и отправляемся к грилю. Картошечку устанавливаю в центр. Я хочу придать своей картошке слегка дымный аромат. Температура, конечно, будет достаточно высокая, поэтому они быстро прогорят. Но, тем не менее, легкий аромат останется. У меня как раз есть виноградные ячанки от Маэстро Барбекю. По паре штучек выкладываю в каждый лоток. Выставляю на копчение, наполовину закрывая заслонки. И оставляем запекаться нашу картошку. При 160-150 градусах, я думаю, что здесь, наверное, минут 40-45. А сам и дуг курицы, сама она себя крутить не будет. Наша курочка уже получила первую порцию своего солярия. И самое время смазать ее ароматным маслом, которое мы сделали вчера. Она настоялась, пахнет чесноком, зеленью и очень-очень вкусная. И так вот аккуратненько смазываем ее растительным маслом. Какая красота. Аромат обалденный еще. Я вообще-то для видео говорил. Ты тоже для видео говорил. Курица прекрасна, картошка великолепна. Она практически готова. Это значит, что нужен сырочек. Сырочек никогда не будет лишним. Берем твердый сыр, натираем его на мелкой терке, засыпаем в картошку, перемешиваем и закрываем все заслонки. Пусть стоит, томится, дождается готовности курицы. Пусть стоит, томится, дождается готовность курицы. Ну и в качестве свежего гарнира к нашей курице приготовим палочки из морковки и сельдерея. То, что мне нужно. Тем более, они отлично сочетаются с соусом блючис. Жирненько, свеженько, вкусно. Нарезаем крупными брусочками. А сельдерей разбираем на стебли. И тоже нарезаем полосочками. Красота. Берем наш соус блючис. Он за ночь застыл. И так дождаться нашей курицы гриль будет намного проще. Нам осталось минут 15. Сейчас она подзолотится. Завернем ее в лаваш и будем все подавать к столу. Бомба. Подготовим одеялки для нашей курицы. Смажу лаваш тем же самым ароматным маслом с чесноком и зеленью, чтобы когда мы завернули и дали ей буквально 10 минут отдохнуть, полежать, она дополнительно пропиталась этими яркими ароматами. Просто без фанатизма чуть-чуть смазываем маслицем. По-моему, ну очень красивая. Снимаем и идем за стол. Друзья, спасибо вам за вашу помощь. За вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Ваша активность очень помогает в развитии нашего канала. Поэтому обязательно поставьте лайк и напишите ваши комментарии. А чтобы оставаться с нами на связи, подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы первыми узнавать о наших новых съемках, путешествиях и всем самым интересным. Ну а теперь давайте пробовать. Соус мы с вами уже попробовали. Он потрясающий. Теперь давайте попробуем картошку. Она полностью готова. Очень мягкая. И пахнет невообразимо. Чуть-чуть подкопченный аромат, сырочек, вообще ничего лишнего. Разрезаем курицу. Даже есть легкое кольцо копчения по кругу. Легкий чесночный аромат, дымок и сочная курица. Великолепно.